Не смотри там на часы, не смотри на цифры и беги. Раз в неделю все-таки одежду надо поспирать. Да, наверное, уже была учеба ради учебы, уже не в кайф. И уже начала работать именно в одежной сфере. И как раз таки вернулась к истокам, вернулась к китайскому языку. Если бы все могли себе позволить такой свет, то мы бы жили бы в другой стране. Я ушла сначала не в одежду, а в мебель. Сейчас все девчонки погромче сделали такие, так, что у нас там... Быстренько обсудим. Подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Быстренько обсудим подкаст с выпускниками Московского городского. Сегодня в гостях Анастасия Ланкина, выпускница ИИЯ. 2018 или 2019 года? Сложно вспомнить. Мне кажется, 2019. А мне кажется, 2018. Вот мы и узнаем по ходу записи, в каком году Настя выпустилась. Настя, привет. Расскажи, чем ты занимаешься прямо сейчас? Прямо сейчас, но в данный момент сижу здесь с вами. Именно в этот момент. Записываю подкаст. Если говорить о какой-то жизненной деятельности, работе, я работаю байером в компании Lime. Это бренд женской одежды, который сейчас стремительно развивается. Сейчас все девчонки погромче сделали такие, так, что у нас там с Лаймом? Все отлично, все хорошо, работы много. И мне это нравится. Чем занимается байер? Я знаю английский язык немножко, поэтому я вроде могу перевести. Ну, бай, да, это глагол покупать. Гуд бай. Мы занимаемся, так как Lime сам отшивает одежду, соответственно, байер контролирует не только закупку, он еще контролирует свою команду, которая работает над продуктом. У каждого байера там свой продукт. У меня, например, платье. И есть команда, там, дизайнеры, конструктора, технологи, которые создают что-то. А после этого, да, какой-то вопрос. Я уже все про платье начал говорить. Про платье. Платье вообще шикарное, красивое. Девочки, приходите, мы стараемся. Внизу появится плашечка. Да, ссылочка там. А где отшивается все? Ну, в Китае по большей части. А как вообще все это происходит? То есть есть же какие-то тренды в моде, да? Есть какая-то модная там линия, цвета появляются. Да, да, да. И байер, по сути, должен за этим следить? Ну, байер, да, и дизайнеры тоже следят за этим, создают какую-то концепцию на будущий сезон. Соответственно, это все планируется намного раньше, чем заходят в магазины. И вот они все отрисовали, это к тебе попадает, да? Ну, да, отрисовали, там, сконструировали, разложили на лекала. Это приходит ко мне, вот, как платье, там. И мне нужно выбрать, у кого я буду это шить, там, у кого я буду закупать, у кого лучшая цена, сторговать, там, с кем мне понравится больше качество. И уже с этого момента довести до момента, когда это все приедет в магазин. Но ты не занимаешься документацией, закупками, вот этим всем. Ты, как бы, занимаешься содержанием. Нет, документами тоже занимаюсь, но... Договоры вот это все? Нет, договора нет. Слава богу. Да, это, как бы, хорошо, но все равно такой рутинной работы достаточно много. Все-таки много каких-то корректировок приходит от дизайнеров. Там, мне нравится модель, мне нравится посадка. Это тоже ты обсуждаешь, как это будет действовать на цену, как влиять будет. И нужно, как бы, не вылезти из рамок бюджета, при этом сохранить вот эту красоту, то, что мы хотим создать для наших девушек-покупательниц. Вот. И здесь нужно как-то искать компромиссы. А вот есть такой известный треугольник, когда говорят про услуги. Треугольник дешево, быстро и качественно. Вот если ты выбирала бы два, что бы ты выбрала? Потому что три нельзя выбрать, можно только выбрать два. Дешево, быстро и качественно. Ну вот сейчас, мне кажется, я больше была бы за качество и за скорость. Потому что, ну, так как мы на рынке, можно сказать, одни большие такие сейчас на русском рынке, поэтому хочется это все быстрее привести и при этом качественно. По цене, на самом деле, можно где-то там договориться, уступить, но все равно, на самом деле, если продукт нравится, если он модный и классный, да, я там, ну, читаю периодически какие-то комментарии в пабликах, пишут, о, это слишком дорого, кто это купит, а потом захожу, там, смотрю продажи, и это покупают, потому что нравится. Вот. Ну, давай раскроем главный секрет для всех девчонок, особенно, учитывая, что ты платьями занимаешься, то есть за тобой только платье. Скоро весна, скоро лето. Вот что будет модно весна, лето 23-го года? Так, что будет модно? Ну, всякие юбки-баллоны такие, светлые тона. Извиняюсь. Я тоже купю за юбки-баллоны. Да, за юбки, за платья такие воздушные, светлые, будет бахрома модная, такое яркое что-то, летящее, ну, надеюсь... Цвета светлые? Ну, что-то светлое, немножко, да, с краплениями яркого. А есть какой-то главный цвет 23-го года, который пытаются сейчас уловить или уже уловили? Ну, пока что я не могу выделить какой-то вот один цвет. Вообще, если смотреть вот то, что продается, прям супертоп, это черный. Он всегда и летом, и зимой, и весной черный цвет, все его любят. И как-то у нас периодически бывают там споры, давайте не будем еще одно черное добавлять, давайте что-нибудь яркое, а потом... Есть же мужские отделы, там пусть черный висит, потом... Кстати, ты знаешь, почему-то получается, что вот есть мужской отдел, есть женский... В Lime есть же, да, мужской, женский? Мужской пока что нет. Нет, да? Ну, и не будем это обсуждать, зачем нам это надо, раз мужского нет. Но странно, получается, что мужские отделы, они все-таки темные, темные, малые, яркие краски. Мне кажется, бежевые там тоже бывают, нет? Ну, вообще есть вот у профессионалов, ты же работаешь профессионально в этой сфере, да, производства одежды, есть такая установка, что типа мужикам нужно меньше ассортимент, меньше цветов, они и так носят, не глядя, чего они надевают, а у девчонок нужен ассортимент побольше. Ну, это всегда так, смотришь в магазин, да? Да, я согласна, да. А как так? С чего? Кто это придумал? Ну, не могу сказать, кто это придумал, потому что если смотреть вот на те же самые показы мод, то, что как раз вот было недавно в Париже, мужская неделя моды, там, ну, по цветам я бы сказала, что все достаточно сдержанно, но формы, там, мальчиков и в юбке одели, как это всегда бывает на показах мод, вот, а, ну, в обычную жизнь переходит, видимо, практичность и то, что парни действительно не всегда заморачиваются на тему моды, им главное там, чтобы можно было каждый день носить. А девчонки... И не снимать, и не стирать. Ну, нет, это, конечно, стирать, да. То есть раз в неделю все-таки одежду надо постирать, а там уже, ух! Но это как, я вспомнил сцену из фильма, помнишь, «Диабол носит Прада», знаменитая сцена, когда про цвет там возникла идея, и вот это, сколько раз ты смотрела? Я смотрела, конечно, да, ну, раза три, наверное, четыре точно. Когда там возникла дискуссия об этом, о каком-то цвете, и вот эта вот практикантка, главная героиня говорит, ну, какая разница, какой цвет? Вот, и объяснили, какая разница, что сейчас вот этот цвет появится там, да, потом он пойдет, 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 вы все его в магазинах будете покупать. Да, 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 на самом деле так и бывает. Иногда приходит какая-то идея, суперсрочно, там, супермодно, нам это спускают сверху, вот, девочки, делайте. И там у нас очень сжатые сроки, нужно придумать, у кого мы будем это реализовывать и быстро все произвести, при этом, чтобы по хорошей цене. Да, мода очень влияет на то, что вы в магазине. А вообще вот весна-лето, коллекция уже запущена в производство, да? Она уже заходит в магазины, она уже отшита, да. Она уже в магазины заходит, она уже отшита. Я очень часто хожу в магазины. Ну, меня спасает только то, что я не хожу в женские отделы, поэтому... Так, расскажи, как произошло так, что ты училась в ИИА, расскажи, на кого ты училась, и как ты стала байером в магазине женской одежды? Как я пришла в ИИА? Ну, вообще, это была как бы рекомендация со стороны близких к моей семье друзей, потому что они тоже учились в МГПУ, и мы были наслышаны с родителями, что это хороший университет, и я пошла на курсы. Дети учились в МГПУ? Да. А кто учился? Ну, моя как бы тетя училась здесь на логопеда, еще одна наша знакомая тоже семьи училась, тоже в этой сфере филологии, и работала тоже в МГПУ потом. Вот, и, в общем, я решила пойти на курсы, на курсы английского, вы и я, и мне там так понравилось. И там я, кстати, с Юлей Кривцовой познакомилась на этих курсах. Юля, привет! Мы ей скинем вслух, прям потаем ходу на это место, чтобы она точно посмотрела. Вот, и как-то не было никаких сомнений, что я поступлю куда-то еще, но я подала как бы документы, но изначально решила, что мне нравятся вы и я. Выбирала только между языками. Думала, французский, ну, или китайский. Ну, ты какой-нибудь из них знала хоть чуть-чуть? Чуть-чуть французский знала, китайский не знала, поэтому было достаточно интересно попробовать и решила пойти на китайский. Ну, ты такой серьезный, видимо, человек, волевой раз, ну, пойти на китайский язык с нуля, это прям... Ну, мне кажется, у нас большинство было таких, вот, и как-то не было страха, и все получилось. С первых, там, курсов мне зашло, уже через год я поехала на стажировку на полгода в Тайвань, на Тайвань, точнее, Тайвань это остров. Вот, а после на стажировку в Шанхай на год ездила. Две стажировки было? Да, ну, как-то так получилось, что действительно нравилось. После, ну, мне кажется, последний год достаточно был сложный, и написание, там, курсовой работы, и как-то... Многие ребята, кто-то закончил раньше, кто не ездил на стажировки, кто-то уже работал, а я исправно ходила на пары, и была там, ну, у нас, может быть, два-три человека было, вот. Это было достаточно сложно за всех отвечать, тянуть группу, вот. Это так называется? Ну, да. Так. Вот, и параллельно я работала тоже с китайцами. Работала за деньги уже. Да, 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 да. Какой работой можно заниматься, обучаясь на китайском языке? Ну, вообще, как бы, стандартное это преподавание, репетиторство. Я преподавала, не скажу, что мне прям понравилось, что это было мое, поэтому я решила попробовать что-то другое, но тоже с китайским языком. Ушла в менеджерство, в китайскую компанию, но мы договорились, что я там как ассистент, пока я доучиваюсь, чтобы было время учиться, писать курсовую работу. Исправно ходить на пару. Да, 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 да. Потом пандемия началась, вот, и уже как бы не было вариантов, поэтому я дальше училась в Москве. Училась на менеджерской специальности, и после этого как раз, ну, специальность была связана с работой в ритейле, с продажами. И, получается, диссертацию нужно было писать вот на такую какую-то смежную тему, которая связана с менеджерством, руководством компаний. Вот, но я ушла сначала не в одежду, а в мебель. Вот, и работала, ну, тоже в закупках, тоже с поставщиками, но не с китайскими. Вот, а потом в какой-то момент поняла то, что мне вроде бы и нравится, уже как бы диссертация написана, все отлично сдано, и можно подумать о том, что мне действительно близко. Я всегда любила моду, наряжаться, но, мне кажется, многие девочки это любят, вот, и... В мебель не нарядишься, конечно. Да, мебель-то так, конечно, немножко... Но ты специалист мебели, я так понимаю, еще. Ну, немножко. Ну, как бы разбираешься. Чуть-чуть. Можешь посмотреть на диван, сказать, вот, посмотри на наш диван, как он. Его никто не видит, поэтому можно сказать, что классный диван, или наоборот... Ну, неплохой диван. Ну, я, правда, больше по коврам и свету была. Так, ну, здесь я тебе ничего не помогу. Может быть, здесь где-то и есть ковер. Свет вот у вас неплохой, неоновые такие. Ну, такой бы, конечно, домой был, если бы все могли себе позволить такой свет, то мы бы жили бы в другой стране. Так? Да, вот, и поняла то, что работаю в целом я неплохо разбираюсь уже, но вот именно сфера меня не вдохновляет, нет какого-то драйва, не хочется, там, задерживаться на работе, как-то дальше продвигаться. Начала искать, куда бы пойти, и вот удачно наткнулась на вакансию, прошла собеседование и уже начала работать именно в одежной сфере. И как раз таки вернулась к истокам, вернулась к китайскому языку. Ну, то есть у тебя вот так получилось. Я думал, что ты сразу запланировал, что вот я пойду работать, значит, вот туда, в маркетинг, да, там международные отношения, там понадобится китайский, английский, потому что Китай — это фабрики, очевидно, да, изготовление одежды. И тут как будто нужно расклад. Ну, это было, ну, был какой-то навык, поэтому я рекомендую тем, кто занимается, ну, учится на бакалавриате, связанном с языком, пойти, ну, искать себя параллельно в работе, может быть, уже, где ты будешь получать реальные навыки, работать с какими-то проектами, что тебе интересно, и туда как раз-таки применять язык. А не переводчик, потому что, ну, грубо говоря, это другая профессия, и не хватало, как бы, ну, скорости, потому что нужно тоже обладать навыками. Ну, как бы, в целом, ты можешь пойти переводить, если ты там параллельно практиковал это, но, не знаю, меня это не заинтересовало. То есть у нас были те, кто пошел там на выставки просто вот переводчиком, но параллельно у нас вот было востоковедение, получается, и лингвистика, как-то вот не помню полное название специальности, как раз-таки там учили прям переводчиков-переводчиков, и у них в дипломе было написано переводчик. Ну, это перевод-переводоведение? Да-да-да, ну, вот что-то, да. Вот, и получается, востоковед ты такой вроде бы и историю немножко знаешь, и литературу немножко знаешь, и язык у тебя, и как будто бы больше преподаватель ты, а не переводчик. Ну, ты училась добросовестно, как я понял, на все пятерки. Ну, нет. Не на все пятерки, но добросовестно. Не на все пятерки, но добросовестно. У меня, правда, по японскому языку тройка. Еще и японский был? Да. И английский еще. И английский был, да. Но японский это как бы так, язык со звездочкой. Да-да-да. Если сложится. Если сложится. Ну, там как получается, если ты учил сначала японский, потом взял китайский, тебе хорошо идет китайский. Если ты учил китайский, тебе потом, если повезет, хорошо зайдет японский. Если не повезет, то... А, какая взаимосвязь между китайским и японским в этом плане? Там же какая-то историческая взаимосвязь? Ну, историческая взаимосвязь, но не сказать, что эти языки вообще как бы близки. Они из разных языковых групп. И в японском есть иероглифы, которые похожи на то, что используются в китайском. Но они такие как бы из традиционного китайского, старого китайского языка. И когда мозг уже научился читать, говорить там по-китайски, ты читаешь это по-китайски, а нужно по-японски. И у тебя мозг уже в обратную сторону не работает. А тут еще и надо по-русски как-то общаться. Да, еще и по-английски, и уже не складывается картинка. Окей. Ну вот просто у меня какая мысль в голове, когда ты рассказывала, что ты тащила всю группу. Есть такая история, да, синдром отличника уже есть. То есть ты когда учишься в университете, и в какой-то момент ты, это может быть связано еще со школьным этапом, когда человек учится на все пятерки, и ты приходишь в университет, и у тебя цель в голове такая. А если на такой еще какое-то давление есть там дома, преподаватель, и ты вдруг начинаешь, учеба становится ради учебы. То есть ты забываешь для чего ты вообще не учишься. Да, да, мне кажется, у меня вот такое было как раз-таки на последних вот месяцах четвертого там. Ну это у меня был, получается, пятый курс, потому что я год еще в Китае была. Да, наверное, уже была учеба ради учебы, уже не в кайф, потому что там был там политический перевод, и ты просто всю ночь это уши. Политический? Да, политперевод, да. И это уже не в кайф. Политический перевод это про что? Ну это... Конституцию переводить? Ну что-то типа того, да. Какие-то тексты. Законы, такие тексты, таким именно сухим языком, которые новости пишут, и ты вот переводишь. Вот как на разных мероприятиях официальных есть переводчики, вот ты что-то такое исполняешь, пытаешься. И, ну, уже как будто нет жизни в языке, потому что язык, мне кажется, хочется использовать больше такой современный. Если ты идешь в переводческую деятельность не такую официальную, то там немножко другое нужно. У тебя было две стажировки? Да. С какими главными инсайтами ты вернулась в Москву после стажировки? То есть ты учила китайский, учила, учила, учила. У тебя была одна картина мира, но ты уехала туда, там пожила, поразговаривала, поучилась там, вернулась и поняла, что вау. То есть вот что-то... Какие инсайты главные? Интересно. Даже как-то... Ну вот... Ну это просто как в Ярославль съездить? Или все-таки как будто ты приехал, ты говоришь, а, это вот так оказывается? Я не знала, а я и не думала. Может, про китайцев, про самих, да, про жителей. Ну, Тайвань вообще отдельная история. Да, да, да. Ну, в целом, да, ты как бы окунаешься в реальную жизнь, в языковую среду. Вот после Тайваня я тогда как бы на втором курсе только была еще достаточно молодая. Вот, и ты сразу тебя бросают туда, и нужно решать какие-то вопросы, разговаривать на языке. Это достаточно бывает сложно, потому что китайский язык, там очень важна тональность, и тебя не сразу понимают. То есть у тебя очень сильный акцент. Ну, наверное, главный инсайд — это то, что когда ты находишься в языковой среде, ты особо можешь не прилагать усилий, у тебя язык все равно будет прогрессировать. Ну, это до какого-то уровня, конечно. Ты там на слух больше воспринимаешь, у тебя, ну, бывает такое, то, что мы там забирали доставку по телефону, тебе звонит китаец, ты отвечаешь, у тебя уже хороший такой акцент. Выходишь ты, европейка, и он такой, о, ты не китаянка. Вот. Это было, конечно, прикольно. И когда ты возвращаешься, если ты не практикуешь в такой же степени язык, то ты откатываешься назад, очень быстро откатываешься. Вот. Это, наверное, да, было самое классное в стажировке. А на Тайване там же другой какой-то диалект, как на материковом Китае или нет? Ну, диалект там в целом, ну, во всем Китае используется один такой, как бы установленный китайский, да, в разных провинциях разные диалекты, но отличается тем, что на Тайване используют традиционные иероглифы, а на материковом Китае упрощенные. То есть, когда ты пишешь или читаешь, там немножко по-другому выглядит сам иероглиф. Как вообще можно выучить иероглифы, расскажи нам? Вот кажется, что ты вообще не в теме, и ты смотришь на иероглиф, ты думаешь, господи, как люди могут это выучить? Это же настолько непривычно для вот, ну, европейского взгляда. Да, это непривычно, но первые там два года ты пишешь. И вот за счет того, что ты очень много пишешь прописи, прям у тебя один иероглиф может быть прописан на поллиста, и у тебя получается как зрительная память работает, так и вот, не знаю, как это память какая, когда ты пишешь тоже. Моторная называется. Ну вот, да, да, она тоже получается, ну, еще ты можешь, естественно, это произносить или слушать, и когда у тебя как бы все в комплекте задействовано, тогда оно откладывается быстрее, и потом ты уже, ну, как-то, не знаю, на автомате это идет. Сейчас будет серия дурацких вопросов, а человек вообще ничего не понимает, а иероглиф – это ведь не то же самое, что буква «А» в русском. Иероглиф – это слог, то есть там может быть две буквы. Ну, например, слово «мама», оно состоит из двух иероглифов, то есть два слога «ма». Они одинаково, да? Они складываются, да, они одинаково пишутся. Идеальная картина. Ну, это идеальное, да, слово. А так одно слово может состоять там от двух до там множества иероглифов. Соответственно, комбинация букв, она дает разную картинку иероглифа, да, визуально? Да, да, да. Ну, вообще есть там определенное количество слогов, то есть там они бесконечны. Ты их тоже в самом начале учишь, ну, как алфавит, получается, есть тоже определенные произношения, вот связки вот этих слогов, и потом они у тебя складываются в единую картину. Ну, я так представляю, вот, наверное, русский алфавит, там, 33 буквы, то есть в русском языке слогов больше, очевидно, да, комбинации вот этих. Ну, то есть невозможно же назвать так по памяти всех слогов. Ну, мне кажется, да, как будто бы больше возможно. Ну, это вот интересный вопрос. Исследованием попахивает научно. Ну, все, дурацкие вопросы закончились. Окей, иначе ты начала заниматься одеждой. А вообще как ты почувствовала, что специалисты со знанием китайского языка, они востребованы? Или ты тоже проходила собеседование? Или все зависит от зарплаты, на которые ты претендуешь? Мне почему-то кажется, что если ты знаешь китайский язык, ты как бы, ну, нормально быстро найдешь работу. Ну, смотря какой у тебя уровень китайского, в моей, как бы, вакансии это не было приоритетным. То есть это было плюсом, просто у нас достаточно много людей задействовано во взаимодействии с поставщиком, и сами поставщики там достаточно крупные, они умеют по-английски разговаривать. Какие-то там суперсложные вопросы, да, можно там на китайском решить, позвонить, поговорить. И тогда они, ну, не знаю, даже будут рады, наверное, то, что вопрос решается на их языке. Вот. Но есть какие-то определенные, да, вакансии, где именно китайский в приоритете. У нас есть также байеры, которые по материалам, они закупают именно ткани. Вот у них китайский, потому что они часто общаются с небольшими фабриками, а даже с рыночниками какими-то, которые не знают английского языка. Вот у них это, ну, главное было, то есть знание китайского. А так, если смотреть по рынку, ну, вакансий в целом много, да. Да, но, не знаю, это зависит еще от специфики, куда ты хочешь пойти. Потому что есть всякие там производства каких-нибудь станков или что-то такое. Ты там тоже должен хорошо разбираться в терминологии или какая-нибудь медицинская направленность. Тоже нужно прокачивать свой язык, а это достаточно сложно. Как ты смотришь на свою карьеру дальше? То есть у тебя, ну, понятно, что сейчас все хорошо, платье, любимая работа. Но у тебя в целом есть представление, что ты хотела бы, например, менять место работы, менять деятельность? Ну, на данный момент нет. Хочется развиваться в своей нише, дальше как-то, не знаю, взаимодействовать со своей командой, прокачивать там свои навыки. Но есть такая как бы небольшая мечта, что-то свое. Свой бренд. Ну, я бы не говорила так громко, что бренд, возможно, какую-нибудь маленькую линеечку там, что-то такое. Потому что, когда ты в этом находишься, немножко разбираешься, уже немножко даже начинаешь разбираться и думаешь, а почему бы я там не могу заняться самостоятельно. Но на самом деле я все больше и больше в это погружаюсь и понимаю то, что там нужно собрать тоже отдельно свою команду. То есть один, это достаточно сложно будет все реализовывать. Но, возможно, в будущем. Ну, это вроде бы естественный такой ход жизни. Ну да. По работу, посмотрел, понял, что я тоже так могу и создаешь свое дело. Ну да. Окей, ну, значит, о будущем не говорим, тем более мы назвали текущее место работы. Как-то странно будет, да, рассказывать. Ну, у меня в планах уволиться. Но планов таких нет, и это классно. Расскажи, чем ты еще занимаешься, помимо того, что ты вот работаешь байером и варишься в мире моды и одежды? Ну, я еще занимаюсь спортом, занимаюсь бегом. Бегаю на регулярной основе. Ну, как, немножко из-за травмы. Я выпала на пару месяцев, но сейчас планирую возвращаться, бегаю с тренером по плану. И, ну, это такая как бы для меня уже рутина. Но для тех, кто там, не знаю, следит за мной там в инстаграме, все пишут, вау, как классно там. Потому что летом, весной я встаю в 5 утра, куда-то бегу, и это почти каждый день. Но для меня это уже как часть... А ты еще стримишь, да, это параллельно? Ну, не стримлю, просто там в сторис выставляю то, что, ой, я побегала. Вот. Рассказываю. Ну, это классная, кстати, такая пропаганда здорового образа жизни. Многие, ну, медийные такие, всемирно известные личности, если на них подписываться в соцсетях, они сейчас тоже в сторис выкладывают, как они бегут, просто бегут. Ну, и их поклонники смотрят, такие, ну, я тоже должен бегать, значит, это классно. Вот, ну, да, я могу здесь проагитировать, может быть, кто-то заинтересуется. Я бегаю еще с командой, возможно, многие знают бренд здорового питания «Байт». Вот, и есть команда беговая, которая в скором времени для всех будет открыта. По четвергам в Лужниках можно будет приходить, бегать. Ну, это просто интересно пообщаться с такими же людьми, которые заинтересованы там в здоровом образе жизни. На самом деле, когда ты начинаешь вот регулярно бегать, ты в какой-то момент подсаживаешься на эти эмоции, на дофамин, который ты после тренировки получаешь. И ты уже такой помешанный на беге обсуждаешь там часы, кроссовки, забеги ближайшие, сколько ты планируешь пробежать в этом сезоне, на какое время. Вот, это затягивает. Это классно. Ну, это культура возникает. Да, да, вообще беговое сообщество очень классное у нас в Москве. И, ну, все открыты, все общаются между собой. Сейчас очень много там кафешек устраивают какие-то тоже беговые мероприятия. То же самое Rebellion по воскресеньям там длительные пробежки устраивает. Это классно, можно собраться, пообщаться. Я, ну, как бы, не знаю, почему в МГПУ еще нет бегового сообщества. Быстро. Создавайте беговую. Вопрос. Я буду специально задавать дурацкие вопросы сегодня. Вообще вот эта история про бег, она, ну, понятно, с точки зрения здорового образа жизни, да? А в целом вот сам бег, он что дает? Ну, понятно, что человек бегает, физическая форма хорошая. Надо же утром бегать. Ну, нет, почему? Вечером тоже можно бегать. После работы? Да. И это как бы даст больше сил? Ну, это тоже повлияет на физическую форму. То есть в целом неважно, работал ты весь день или не работал. То есть даже после рабочего дня, такой уставший, человек способен бегать определенное количество. Да, да. Так. И потом ты испытываешь удовольствие от этого. Да. Ну, как бы странно это не звучало, но... У тебя будет период, когда ты можешь сравнить, что ты не бегала и ты бегала. И когда ты бегаешь, ты говоришь, о, вот оно. Ну, вот сейчас, конечно, я только начинаю возвращаться в бег, но, мне кажется, я соскучилась, засиделась. Не хватает такого движения, энергии вот этой. Окей, давай с полезного-то. Вот с чего начать? Вот я, например, человек, который никогда не бегал. Для меня бег – это мучение. То есть я могу во что-то поиграть спортивное там. Но вот бегать... Но есть ощущение, что бегать – это такая прям вот какая-то вот очень такая, ну, однообразная история. Ну, кто-то бежит, и что это надо делать, что не спеша? Вот с чего начать человеку, который никогда не бегал? Ну, вот если вот с таким отношением, то, что это не спеша, это вообще там не очень классно, это скучно, лучше прийти в какой-нибудь беговой комьюнити, поискать там, не знаю, в Инстаграме, в Телеграме. Сейчас так там нужно, да, говорить то, что... Мы и сделаем, видимо, приписочку. Да, прошу прощения. Приписочка появилась. Вот, поискать какие-то комьюнити, выбрать, что заинтересует и прийти. И, кстати, по пятницам НСНС бегают, небольшой такой кружочек на Добрынинской, вроде бы, они бегают, вот там веселые ребята, они после могут потусить, даже, может быть, выпить, потанцевать. Вот, может быть, такой бег зайдет, а начать... Как-то по мне это видно, да? Ну, не знаю. Значит, видно, что вот тебе туда. Нет, ну, каждому свое. А вот ребята бегают, то есть это несколько человек бежит? Или это много человек бежит? Это даже много человек бежит, да. Это тусовка такая, в тусовке веселее. Да, в тусовке веселее, можно начать с тусовки. Ну, можно попробовать, конечно, одному, но не факт, что это зайдет сразу, если вот с таким отношением. Нет, предположим, у меня нормальные отношения, все, я такой, я уверовал, надо бегать, потому что это круто, бег, это вау. Я такой хочу бегать. Вот мне, как первую свою пробежку организовать? Ну, надеть кроссовки, в первую очередь. Посмотреть, какая погода будет в этот день. Если прохладненько, то немножко утеплиться, но не слишком, потому что может быть жарко достаточно. Ну, первая пробежка, мне кажется, это километра два-три, это уже будет даже достаточно. Два-три километра? Ну, это не так много. Это, может, минут двадцать-двадцать пять займет. Так, значит, два-три километра, это два-три километра, это какое же расстояние? А вот ты пешком шла от ВДНХ? Да. Это вот примерно два-три километра, да? Ну, я в этом не считала. Ну, может быть, да, три километра, наверное, да. Нет, ну, это нормальное расстояние, я пробегу. Ну, да, не так далеко. Я, конечно, могу не добежать, но все. Так, то есть я первый раз бегу два-три километра, следую, и в среднем темпе, да, так или спокойно? Да, спокойно. Нужно контролировать свое дыхание, чтобы, ну, можно даже с кем-то и разговаривать по пути. И тогда ты точно не убежишь быстро. Главная ошибка новичков — это то, что они начинают бежать очень быстро на все деньги. Просто я полетел, и, ну, это очень большая нагрузка на сердце, если ты раньше особо не занимался спортом и не бегал. Вот поэтому потихонечку, не спеша, чуть-чуть размеренно можно музыку послушать, можно подкаст там, ну, правда, за два-три километра особо, мне кажется. Пару песен так послушал, почилил, и, ну, вот так постепенно, два раза в неделю, потом еще добавляешь. А, два раза в неделю всего лишь? Ну, можно, да, с двух начать, потом добавить еще, если понравится, потом в какой-нибудь, на какой-нибудь... Можно вообще задаться какой-нибудь целью, например, очень много сейчас забегов же у нас организовывается. Выбрать какой-нибудь забег, ну, например, 10 километров, не надо сразу там начинать с марафона. Да, я подготовилась к марафону, да, там, за полгода, это, ну, такая амбициозная. Марафон это 42 вроде бы. Это 42, это очень амбициозная цель. И один раз только бегала. Это 21 раз по два? Да. Ну, то есть от ВДНХ до НГПУ даже представить себе сложно. Ну, нет, это скучно так бегать. Хотя есть люди, которые там 24 часа бегают, там по 100 километров бегают, то есть... 100 километров бегают? Да, да, есть такие у меня знакомые по 100 километров, ну, им в кайф. Но я больше люблю там 10 километров или 21, чтобы выложиться на время, на максимум. Ну, ты в целом сейчас сколько сама бегаешь? Каждый день бегаешь? Ну, нет, не каждый день. У меня есть три тренировки на неделю. Ну, пока что там 20 километров в общей сложности в неделю. И это так по нарастающей. То есть в какой-то момент ты выходишь там на пик, у тебя, допустим, я не знаю, бывает, не знаю, 60 километров за неделю. И ты вообще в суперкрутой форме, готовишься к какому-нибудь забегу. А бывает, что надоедает бегать. Ты говоришь тренеру, давай поменьше. А в целом эта история как работает? То есть мы себя нагружаем, нагружаем, бегаем, бегаем. Даже в конце рабочего дня надо пойти побегать. И когда, например, наступит какой-то день Х, очень сложный, тяжкий день, где ты работаешь с 9 утра до 9 вечера, то ты его лучше переживешь, просто потому что ты физически готовишься. Конечно, да, да, конечно. Вообще любая вот такая нервная нагрузка какая-то, мыслительная, умственная работа, это тоже тренировка. Это тоже нужно учитывать. И восстановление – это самое важное в результате, который ты хочешь достичь. То есть нужно не только тренироваться, нужно и качественно отдыхать, спать, хорошо питаться и так далее. Ну, я, конечно, выключу простого дурачка сейчас. На самом деле, когда даже ходишь, если пройти минут 15-20, так хорошо идешь, 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 даже как-то мозги на место встают. Да, да. Есть такое прибеги, да, тоже? Да, но для некоторых это бег как медитация. У меня тоже бывает такое то, что там у меня нет запланированной тренировки, у меня был какой-то сложный день, я не могу решить какую-то задачу. Я просто выхожу чуть-чуть побегать, не говорю тренеру. Да, молчу, потому что там лишние километры – это потом скажется на восстановление. Но я так проветриваю голову. Бег с тренером – это вообще прям серьезно? Ну, это не сказать, что серьезно, но, скорее всего, это помогает быстрее достичь какого-то результата и безопаснее. То есть если ты сам, ты не всегда знаешь, сколько ты сможешь там выжить из себя. Или где-то наоборот, ты боишься чего-то. Бывает такое то, что хочется быстрее бежать, а у тебя, ну вот, кажется организм, что он не может быстрее бежать. А тебе тренер говорит, он смотрит там все твои прошлые тренировки, анализирует и говорит, нет, ты можешь? Ты просто вот в голове себе сказала нет, и поэтому не двигаешься дальше. Просто вот отпусти ситуацию, не смотри там на часы, не смотри на цифры и беги. И вот какая-то поддержка чувствуется, и тогда ты действительно выкладываешься. Ну, круто. Расскажи, что еще в твоей жизни есть интересного? Значит, ты бегаешь. Бегаю, много работаю, но хожу на какие-то выставки, мероприятия, общаюсь. По большей части, вот, мне кажется, общение завязывается все-таки на беге, на вот этом комьюнити, потому что бегун-бегуна видит издалека. Мы там смотрим на кроссовки, такие, о, ты бегаешь там, или часы увидели, о, ты бегаешь. И все, и обсуждение там на много часов, потому что даже в путешествиях куда-то там я еду, все равно все сводится там к спорту, к бегу. Ну, короче, бег из такого узкопонимаемого средства достижения здорового образа жизни становится образом жизни. Да, да, да. Ну, и бывает такое часто сейчас, что после бега все переходят в триатлон, хочется чего-то большего, хочется там попробовать себя. Это когда плаваешь. Это плаваешь, ездишь на велосипеде, да, и бежишь еще. Да, да, да. Это классно. Один из директоров нашего института, вот, спортивного института, Александр Страдзе, он айронмен. Да, да, да. Это самый, да, да, он. Это круто. Всегда в числе победителей в своем возрастной категории, в своей, да. Там какие-то цифры заоблачные, там, значит, бегает, километры плыть, велосипедом, когда складываешь все эти километры, господи, я столько в твоей жизни не находил. А тут человек это за один день все делает. Да, но это круто. Я бы когда-нибудь хотела бы попробовать, но у меня как бы проседает плавание. Я вообще боюсь. Надо уметь плавать, да. Да, боюсь глубины, боюсь вот этого всего. А велосипед, ну, это попроще. Угу. Периодически вот катаюсь тоже. Да. О, да. Скажи, пожалуйста, чем еще занимаешься, вот, какие еще есть интересные направления? Может быть, вспомним, опять же, университет. Были ли у тебя какие-то, например, кроме учебы, увлечения университет, чем-то заниматься? Ты про Юлю Крисову вспомнила. Да, конечно, мы танцевали. Мы как бы вместе начали ранауэй. Танцевальная команда такая была, да. Танцевальная команда, да, Юля как бы подхватила вот эту инициативу. Я тоже была как бы в первом составе. Было классно. Мне прям очень нравилась вот эта деятельность вне учебы. Я постоянно каждой там перемене летела на минус первый этаж, чтобы порепетировать. Ну, к сожалению, мне кажется, я не добрала чего-то из вот этой деятельности, потому что, ну, китайский язык, он все-таки обязывал учиться достаточно много и присутствовать на парах, хотя хотелось там и поорганизовывать какие-нибудь мероприятия. Я жалею то, что не попала ни разу в шосса, хотя была наслышана. Этой осенью, кстати, будет шосса, говорят, может. Можно, да. Возьму отпуск, съезжу. А ты это как чувствуешь? Тебе просто как бы вот это неприятно в том, ну, неприятно вспоминать, что ты не попала просто потому, что, ну, как бы хотелось в этой тусовке, или ты понимаешь, что какие-то вот навыки не сформировались, или ты что-то вот могла бы получить такого секретного там, что кто-то получил, а ты нет. Не могу сказать, что что-то секретное там бы я получила. Наверное, людей какую-то, вот эту атмосферу, вот эти тусовки, какие-то воспоминания. Потому что, когда ты смотришь на ребят, вот, на той же встрече выпускников, когда мы вспоминали и танец, танцевали там, и все вот это вспоминали, ты видишь вот эти улыбки и понимаешь вот это чувство, когда ты был там, ты участвовал, это было так классно, тебе есть что вспомнить. Вот это, наверное. Ты была на этой встрече выпускников, да, которые выпускники внеучебка, да? Да. Кстати, как у тебя вообще мнение, так честно спрашиваю, вот по поводу вот этого вообще проекта Ассоциации выпускников, вот тебе как выпускницы, вот подкаст ты отозвалась, да, тебе интересно записаться. Как ты думаешь, какие вообще проекты могли бы быть у выпускников с университетом, ну, чтобы выпускники сами искренне возвращались в эту историю и продолжали быть в университете? Ну, мне кажется, было бы круто устраивать какие-то мероприятия типа паблик-токс, когда выпускники делятся непосредственно с учащимися своими навыками, которые они там приобрели в жизни, в работе, ну, как, не знаю, какие-то курсы. То есть, грубо говоря, собрать выпускников кафедры китайского языка, да? Ну, можно не только китайского, можно в целом всех, не знаю, допустим, дать выбор учащимся проголосовать, что они хотели бы услышать, что им было бы интересно, полезно, какие там навыки они хотели бы, знаю, улучшить и пригласить вот ребят, которые могут это дать. Мне кажется, это было бы прикольно. Или, ну, вот даже, может, в проектной деятельности это реализовать, потому что я на магистратуре училась в высшей школе экономики, и там было круто то, что очень много проектов было. И преподаватели были реальные владельцы бизнеса или топ-менеджеры. Было бы круто сделать тоже такое вот с выпускниками. То есть, по сравнению с бакалавриатом она такая была более практико-ориентированная, чем теоретично. Ну, человеческий язык надо учить. Ну, я согласна, да. Там как бы много практики не добавишь. А тебе самой было бы это интересно делать, да, как выпускнице? Мне было бы интересно, да, что-то дать практического, потому что, ну, не всегда в потоке вот тех филологических знаний ты можешь ухватить именно практики какой-то реализации. Мне кажется, ну, здесь нужно как-то анализировать еще, что внутри уже университета есть, потому что я знаю у вас очень много всяких мероприятий, которые тоже обучают. Ну, есть спикеры, которые рассказывают что-то. Нужно смотреть, там, чего нет, что могут эти выпускники дать реально полезного. Ну, просто это, кажется, такой простой историей, да, позвать выпускников, посадить их перед студентами, чтобы они рассказывали. Ну, рассказывали, но нужно, мне кажется, еще какую-то реализацию дать, чтобы эти знания, они остались. Я без критики говорю простой. То есть, ну, все гениально просто, да, как известно? Да, это классно. Здесь же еще такая заложенная история, что они же студенты сейчас сидят с такой ожиданием, а выпускники как бы уже в другой стадии реальности, да? И выпускник точно себя помнит вот на этом месте. Ты же помнишь себя, да, как с каким-то ожиданием ты училась, и, ну, вот ты сейчас рассказываешь свою историю, и как бы она, ну, по-другому уже сложилась? Или ты так прогнозировала? Нет, конечно, не прогнозировала. Ну, почти все так отвечают. То есть все выпускники, кто уже работает там, сколько ты уже, если ты закончила в восемнадцатом, то есть уже почти пять лет прошло, или в девятнадцатом, ну, выясним когда-нибудь. Ты вернешься домой, откажешься в любом. Так, все-таки когда это было? Да, это классно. А вот если бы ты сейчас бы сидела перед студентами, и могла бы им там дать несколько советов, типа, ребят, вот это вообще ни в коем случае не делайте, когда вы учитесь. Вот ты бы им что сказала? Хотя бы одно правило какое-то такое. Мне кажется, я бы посоветовала немножко задвигать учебу, именно оценки, и больше идти в практику, в какие-то проекты, даже во внеучебку, или искать какую-то работу, подработку. Да, не полностью забивать на учебу, ходить на пару все-таки, что-то слушать, потому что средний балл, вот лично мне, он дал потом возможность поступить в хорошую магистратуру. Здесь как бы плюс был. Но гнаться за оценками вообще не стоит. Средний балл диплома. Да, средний балл диплома. То есть когда вышку поступала, они смотрели твой диплом. Да, они смотрели мой диплом, смотрели мое портфолио. Да, и решение кейса практическое там нужно было. Все-таки, ну если хотите продолжать, ну магистратура, она тоже, мне кажется, должна быть. Зависит, конечно, от направления. Если хотите в науку идти, то, конечно, там можно продолжать филологию учить. Но если все-таки идете в магистратуру и хотите дальше как-то применять ее в работе, идите на практические направления. Либо уже сразу идти работать по той специальности, которая нравится. Но это, конечно, сложно, если ты весь бакалавриат как-то на практике не применял, никакие знания нигде себе не реализовывал. Ты такой получаешь диплом. А что я? А кто я? Поэтому так не надо. Советую все-таки в процессе обучения что-то делать, как-то крутиться, искать, что нравится, что не нравится. Мне кажется, когда ты молодой, меньше хочется спать, как будто больше энергии. Поэтому должно. Это известная тема, когда человек жалуется, что у него времени ни на что не хватает. Потом ему говорят, слушай, тут надо работы сделать. И дают ему три раза больше работы. Он такой раз, и ее успевает делать. И потом опять. И это становится нормой. И потом он так умеет, что у него время не к нему еще работа. Это такой типичный сотрудник на работе. Говорит, что вот, у меня не хватает времени. Даже я сейчас смотрю на то, что я учил, ну, работала полный день, училась в магистратуре, писала там диссертацию. Не понимаю сейчас, вот не учаясь, как я вообще это успевала. Поэтому, если захотеть, то в целом можно все уместить. Главное желание. Главное, чтобы нравилось то, что ты делаешь. То есть твой главный совет такой, когда вы учитесь, подумайте о том, я так, может, сильно перефразирую твою мысль, когда вы учитесь, подумайте о том, а что вы будете делать, получив диплом. Потому что как бы диплом вроде цель. Да, да. А цель достиг, а дальше что ты будешь делать с этим дипломом? Да, мне кажется, вот нужно на несколько шагов вперед продумывать и хвататься за любую возможность, которая там подвернется в плане каких-то действий, какой-то работы. Может быть, я не знаю, сейчас модно организовывать всякие съемки или что-то еще, попробовать себя там. Или, не знаю, если ты учишься на лингвиста, ходить там в выходные, переводить что-то. Ну вот как-то так. Мне кажется, придумали прям классный проект. Ты придумал, а я тебя украду. Ну и плюс беговое сообщество, это вообще класс. Просто можно вкинуть, поднимать. Побежали. На самом деле есть какая-то история про беговое сообщество. Вот в нашем институте естественного знания спортивного... Просто не так... Ну, грубо говоря, беговое сообщество, это не такой бренд, как Шасава. То есть вот Шаса, это... А-а-а... А беговое сообщество, ну окей, есть люди, которые бегают, но из этого не получается какой-то такой... Фана не хватает, потому что это делают профессионалы, спортсмены. Это вырежем. А они не понимают, что нужно делать не про бег историю, а про сообщество. Они комьюнити не создают. Да, вот именно комьюнити, вот это самое ценное. Мне кажется, Шаса, это тоже как раз таки... История про тусовку. Да, про тусовку. И вот бег тоже, ну для меня сейчас, это как раз таки тоже тусовка, где люди, которые какими-то своими интересами делятся, общаются, и плюс как бы здоровый образ жизни. Ну это когда они едут в Шаса за эмоциями, за тусовку, а им там еще пять дней подряд материал наваливают, они такие, господи, еще и это здесь есть, но не внефига. И поэтому возвращаются, потом такие окрыленные, потому что эмоциональные, и в беге тоже самое. Получаешь полезную историю, а еще и знакомство, общение. Да, а когда профессионал вот эти... Ну это, кстати, возможно вообще чисто университетская история, академическая, потому что университет же такой, он тормозной в этом плане, но очень медленный, как институт, да. То есть вот когда приходят, наверное, люди с продаж университета, работать, они же через месяц увольняются. Ну тяжело, потому что, ну, маркетинг уже быстрый такой, чуть-чуть пиарщики, маркетологи, они же такие четкие, а тут все преподаватели, профессиональные, и люди уходят. И вот все варятся в своем вот этом профессиональном соку, и... Ну вот на самом деле, если сравнивать там МГПУ и Высшая школа экономики, вообще вот действительно, это так МГПУ, он такой медленный, спокойный, размеренный, а вышка, она просто вот так вот летит пулей. И ты вот на парах реальная вот информация... Другая корпоративная культура. Да, да, да. Получаешь то, что вот сейчас на улице происходит, и тебе сейчас это тут же дают, ты с этим работаешь, приходят там, не знаю, к нам приходили из Ламоды, из Кусова, там, и ты прям вот руками копышишься в их работе, проект делаешь, это все защищаешь прям, ну, круто, не хватает, мне кажется, такого, чего-то практического. Ну, это мы точно вырежем, Сережа. Да, да. Анастасия Ланкина о том, почему вышка лучше МГПУ, тайм-коде прям такая вот статусная трочка, почему вышка лучше. Настя, спасибо. Спасибо большое. Быстренько обсудим подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете.